Холст, масло, кисти и пара часов свободного времени. Чтобы стать живописцем, достаточно только этого. Доказан авторами проекта «Открою в себе художника». Его история началась далеко за пределами Петербурга, на украинской земле, а продолжилась в городе Мус. Уже два года в Царском селе проходят мастер-классы уникального метода обучения живописи. На одном из них в Доме молодежи побывали наши корреспонденты. Ну, за четыре часа. Я, конечно, не рисовала. В школе. Вот так буквально за четыре часа исполняются детские мечты уже взрослых людей. Уникальный способ открыть себе художника нашел Игорь Сахаров. Сегодня живописец передает тайны ремесла обычным людям. Мастер-классы позволяют осваивать теорию и практику живописи, независимо от уровня подготовки. Пару лет назад с нуля начинала и Алена Дорогомерецкая. И после первой картины решил привезти художника из Киева в Царское село. Тоже не имела никакого опыта ранее в живописи, но где-то как-то у меня была далекая мечта научиться рисовать. Она была очень далекая и спрятана под кучей ограничений, шаблонов, стереотипов о том, что нужно иметь большой талант, нужно этим заниматься с детства, все уже потеряно, не тот возраст и так далее. Но я своими глазами увидела и, главное, нарисовала эту картину. Сама написала картину маслом. Пожалуй, главное в этой методике – это право на фактически любую ошибку. Художник, он же и педагог, направляет руку с кисточкой и белое полотно становится вашим собственным шедевром. Казалось бы, маслом пишут великие художники. Оно и правда, они пишут великие. Но масло – это самый удобный материал для новичков. Он очень удобен. Если что-то не так, можно стереть, можно нанести сколько угодно раз. Можно не бояться ошибиться. Художник всегда подойдет, подправит, покажет, сотрет. И у участника получится заново сделать точно так же профессионально, как он только что видел, это под рукой художника. Запах масляной краски, палитры оттенков и чистый холст – теперь это стало уже частью жизни многих людей. На мастер-классы приезжали не только из Петербурга и области, но и из Москвы и Волгограда, были и зарубежные гости – из Литвы, Казахстана и даже Боснии. Такую географию объяснить довольно легко. Сам проект, говорят организаторы, помогает самовыражаться. А начинающие художники обретают веру в себя и свои силы. Главное – верить в себя. Человек может все, на самом деле. Он может практически все на свете. И живопись маслом, она показывает это человеку наглядно. Он на своих результатах видит, что можно то, что он еще недавно считал невозможным. Марина Прохорова, Анна Горобченко, Сергей Зарубайло, Мила Гущина. Телерадиокомпания «Царское село». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова